Концепция рукотворного искусственного устройства, которое имитирует действие и, возможно, внешность человека, достаточно стара. Мы знаем античных Пандору, созданную богом огня Гефестом, Галатею из мифа Пигмалионе, средневековых истукана из глины Голема, механического человека Леонардо да Винчи, железного мужика Ивана Грозного, Франкенштейна и, наконец, современных роботов. Но среди всех этих примеров в мировой истории мы остановимся на двух еврейских именах – Маораль из Праги и Айзек Азимов. Фигура Рабии Игуды Лева бен Бецалеля, известного как Гур-Арье, молодой лев, а также как Маораль из Праги, окутана множеством правдивых и не очень историй. Но доподлинно известно, что в XVI веке Маораль был главным раввином Пражской Старо-Новой Синагоги, одним из передовых талмудистов и адептом кабалы, который обладал незаурядными способностями к ясновидению, и, самое интересное, был борцом против кровавых наветов – необоснованных утверждений о том, что евреи совершают человеческие жертвоприношения в ритуальных целях. Еврейское творчество приписывает Маоралю много чудесных деяний, в ряду которых создание для борьбы против недругов совершенно особого существа, отсутствующего в фольклоре других народов – Голема, который был оживлен благодаря глубоким каббалистическим познаниям Рабии Игуды. Сам Маораль не чувствовал, что создание Голема было чем-то необыкновенным. Он считал использование методов мистического труда Сефер и Цера – книготворение – таким же обычным действием, как молитва. Имя Айзека Азимова известно не только как популярнейшего американского писателя-фантаста XX века еврейского происхождения, но как знаменитого футуролога, активного популяризатора достижений химии, биологии, космонавтики и автора термина «робототехника». По забавному стечению обстоятельств, именно в год, когда родился Азимов, впервые прозвучало слово «робот», которое употребил Карл Чапок в пьесе «Рур». Первый свой рассказ Айзек написал в 11 лет, а уже через 4 года молодой Азимов, влюбленный в научную фантастику, начал создавать романы, в том числе и об искусственных людях. Айзек считал, что каждый писатель должен разбираться в том, о чем пытается рассказать. Например, он каждую неделю издавал по научной статье и, берясь за произведения, умножал эти знания на собственные фантазии. Он не дожил до XXI века совсем немного, когда его книги можно считать уже скорее научными, чем фантастическими. Придуманное им в художественных целях слово «робототехника» стало названием отрасли современной науки. Разработанные для вымышленного мира три закона этой робототехники сегодня лежат в основе проектирования искусственного интеллекта. Описанная им в романах профессия робопсихолог полностью соответствует функциональным навыкам нынешних программистов. Это ли не схожая с Маоралевской способность к ясновидению? И не перекликаются ли мистическое учение кабалы и фантастические идеи сайенс-фикшена? В слове «кабала» ивритский корень «кабель», что означает «получить». Значит, речь идет о некой мудрости, которая была получена давным-давно наряду с Торой. Идея кабалы состоит в том, чтобы пропитать человека знанием на всех уровнях. Без кабалы Тору можно понять на ограниченном количестве уровней, а ухватить каждый ее нюанс можно лишь благодаря пророческой мудрости. Вот она-то и содержится в кабале. Наряду с кабалой как учением существует понятие практической, действенной кабалы, представляющей собой род магии, целью которой является воздействие на высшие миры, что достигается с помощью сосредоточенного созерцания тайного смысла имен Бога, словесных и буквенных формул и амулетов. Именно одним из таких способов Маораль и создал Голема. Научная фантастика – это не просто забавный вымысел на тему будущности человечества. Это способ исследовать реакцию человека на изменения, происходящие в науке и технологии. И поскольку человеческая жизнь всегда подвергалась достаточно болезненным изменениям по вине технологического прогресса, научной фантастики принадлежит великая заслуга – воспитывать людей, правильно принимать эти изменения. После выхода сборников рассказов Айзека Азимова «Я робот» многие ученые говорили, что эта книга стала для них стимулом в работе. Выходит, гениальность писателя-фантаста не в том, чтобы предсказать какое-то открытие, а в том, чтобы вдохновить ученых и конструкторов, направить их поиски в какое-то определенное русло. Глубже истолковать суть происходящих в жизни изменений. Не схож ли посыл кабалы и научной фантастики? И не побратим ли по своей сути голем и робот? Искусственное создание – одно из глины и непроизносимого имени Бога, второе из металла, латекса и микросхем. Голем, что переводится как «бесформенный» или «сырой и необработанный» – это человекоподобное существо, сотворенное праведником из глины приемами действенной кабалы. Служащий ума ораля как работник, голем все же не имел души. Он был лишен дара речи, соображения и страстей. И был в состоянии только выполнять то, что ему приказывает сотворивший его праведник. Робот Азимова – тоже человекоподобный автомат, созданный инженерами и своими действиями, производящий впечатление человеческой работы. Эта машина полностью подчинена законам робототехники, являющейся по сути системой безопасности. И один из таких законов гласит – робот должен повиноваться всем приказам, которые отдает человек, кроме нанесения вреда. Главной задачей голема была помощь. Помощь в защите евреев Праги от кровавых наветов и всевозможных преследований. Маораль снабдил голема некоторыми сверхчеловеческими качествами. Невероятной физической силой, неподверженности ни мечу, ни болезням, умением становиться невидимкой и способностью видеть духовные предметы в их материальной сущности. Главной задачей робота Азика Азимова была также помощь. Он должен облегчить жизнь человека, взять на себя сверхсложные для человеческой природы задачи, с которыми наши хрупкие тела просто не могут справиться. Например, работа с радиацией в космосе или погружение на дно океана. Отличаются разве что финалы судеб этих рукотворных персонажей. Когда минула надобность в услугах голема, Маораль теми же приемами действенной кабалы опять обратил его в безжизненный кусок глины, который по свидетельству легенды и сегодня хранится на чердаке Старо-Новой синагоги в Праге. В финалах же большинства произведений Азимова герой-робот не погибает, а обретает человечность, способность мыслить и чувствовать и, помимо трех законов робототехники, начинает руководствоваться законами чести и морали. Сегодня в мире тяготения к искусственному интеллекту и одновременно страха перед ним вопрос стоит ставить не в контексте, изучать ли кабалу и читать ли саймс-фикшн или нет, верить ли в голема и двигаться навстречу развитию робототехники или не делать этого, а имеет смысл уделять огромное внимание миссии создателя. С какими исходными, глубинными целями он обращается к этой теме и послужит ли это искусственно созданное существо во благо человечества? Субтитры создавал DimaTorzok